Так, а я сейчас буду делать, поставлю пока подальше, потому что сейчас буду делать чиз-гарлик-нан Наталья в дорогу. У нее сегодня поезд. Я ее спросила, что ты хочешь, чебуреки с капустой или чиз-гарлик-нан? Она говорит, ну, можно чиз-гарлик-нан лучше. Хочется сыра. Я, наверное, показывала, как я делаю чиз-гарлик-нан, но покажу еще раз. Вот керт, это не сладкий йогурт или как кефир. Что-то между кефиром и сметаной я делаю на керде. Добавляю сюда соль. Любую. Я немало искую. Чуть-чуть, немножечко совсем песка. Немножко соды. И размешиваю. Я еще люблю добавлять немножко тертые луковички. Я раньше пекла хлеба с удовольствием в Санкт-Петербурге у себя. И делала хлеб с луком тертым. Привкус особенный. Добавляем муку. Ой, друзья, сейчас такой комментарий прочитала, трогательный. Вот видите, что-то все-таки там есть. Вот какой-то черненький камушек или жучок или что-то. То есть я не зря просеиваю эту муку. Сейчас я вам прочитаю этот комментарий. Мне так он понравился. Вот комментарий очень понравился. NWZ. Как интересно с вами. Я недавно начала ваш канал смотреть, но уже скупила все индийские приправы. Вторую неделю себе и сыну готовлю индийскую еду. Нам очень нравится. Спасибо. Люблю таких блогеров, как вы. Вы с изюминкой, и это скажешь далеко не о каждом. Хотя многие стараются. Можно снимать супер красивое видео, покрывать всю красивую музыку и так далее. А мне по душе частички жизни. Именно как снимаете вы. Вид из окна, ваша кухня, приготовление еды. Это ваш муж, ваша ежедневная жизнь. Это завораживает. Привыкаешь. И хочется узнать, что там сегодня происходит. На знакомой крыше, в знакомом кафе. Что будет сегодня на ужин. Это феноменально для меня. Я думаю, я не одна такая. Удачи вам во всем. Привет из Калифорнии. Сегодня 30 лет, как я сюда переехала из бывшего союза. Поздравляю вас с переездом и с таким вот праздником, с круглой датой. Ну, это я даже ответ написала. Поздравляю с круглой датой проживания в чудесной Калифорнии. Спасибо за теплые слова. Сегодня как раз подумала, что может сделать перерыв в съемках на недельку. А то все одно и то же. Открываю комментарии и читаю ваш комментарий. Поняла, что это знак. Каникулы отменяются. Буду снимать каждый день крыши кафе, ужины обезьян и собачек. Хорошего дня. Вот, дорогие друзья, я сегодня действительно стала эту уборку делать. И поняла, что я камеру не беру там, что-то еще делаю. Камеру не беру. Потом думаю, а почему я камеру не беру? И, наверное, так у меня в голове мелькнуло. Наверное, мне просто нужен перерыв несколько дней. Ну, уже, конечно, скажу там, если вдруг вздумаю идти на каникулы, я скажу, что сделаю видео, что у меня парочка-троечка дней будет перерывом. Вот. А потом прочитала. Ну, потому что действительно думаю, ну, одно и то же. Вот. Ужины, обеды, готовлю. И прочитала. И меня как-то вдохновил вот такой добрый, доброжелательный комментарий. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам, что поддерживаете. Я же, конечно, не этот, не железный дровосек, что не эмоционально, как мне иногда пишут. А вы должны, вы должны, типа, не чувствовать эмоции, вы должны не нервничать, вы должны не реагировать. Ну, как я могу, как я должна, кому я должна? Вот, даже недавно, сегодня прочитала как раз комментарий. Раз уж завели канал, вы должны терпеть. Ну, терпеть-то терпеть, а эмоции-то все равно иногда проявляются как-то. Вот. Поэтому, вот, действительно, иногда, как говорят доброе слово и кошке, приятно. Иногда вот комментарий меняет мою, какие-то намерения какие-то меняет. Вот. И мою действительность. И вот что, вот что я хочу сделать. Значит, это у меня моя моцарелла, да, моцарелла, то, что я покупала, фанир и рикотты. И вот я думаю, я это все смешаю, и будет начинка вот для чиз-гарлик нано. Ну, естественно, гарлик тоже сейчас почищу, порежу. Вот. Будет из трех сыров. Не из одного, а из трех. Мне потому что писали, что с рикоттой можно и запеканки, и как творог использовать. И мне понравилось. Много тоже комментариев. Друзья, вот спасибо вам от всего сердца. Я не скажу, что приятно. Я ваши комментарии использую в жизни. Я запоминаю, вот я уже говорила, что и моющие средства, и все ваши рецепты. Я много чего сохраняю, и сестре отправляю, делюсь с ней. Вот. Так что вам спасибо всем огромное. Вот прям всем. Так, буду дальше готовить, да? Ага. Немножко масла, чтобы не прилипало. Тесто получилось такое мягкое. Самое то. Пусть тесто отдохнет. Но я, в принципе, не тороплюсь. У нас к вечеру только надо это приготовить. Вот, поэтому я тоже пойду отдохну. Пыль лежит, и я полежу. Сейчас вернусь. Пусть тесто отдохнет. Пусть тесто отдохнет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...